занять и даруй нам рассудительность рассуждать по святым отцам и священному писанию слава тебе Отец, Сын и Святой Дух, Аминь Аминь Присаживайтесь, сестры Видите, а поскорее растащили, там подойдут остальные Тут долго из-за стола вывозят Начинаете Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом Толкование Я, говорит, не вспоминаю обо всем О том, что вы обесславили благодетеля Что он не озаботился об отмщении Что, напротив, сам первый восхотел примириться Того, что он ныне сделал Недостаточно ли для того, чтобы вы примирились с ним Что же он сделал? О Христе речь идет То, что Сына Своего незнавшего греха То есть того, кто есть сама праведность Предал смерти за нас Как грешника и злодея Ибо, цитата, проклят перед Богом Всякий повешенный на древе Второзаконие 21-23 И к грешникам причислен Не сказал Сделал грешникам Но жертвую за грех Что значит больше? Для чего же сделано это? Дабы мы оправдались Не от дел закона Но благодатью Божией Ибо правда Божия состоит в том Когда кто оправдывается благодатью Когда не может быть найдено никакого пятна Поэтому не сказал Да будем праведными сами Но правдой Божией Указывая на преизбыток благодати Вопросы сразу какие есть? Пояснения? Поднимайте руку Как только я на вас обратил внимание Махнул головой Начинаете руку Ничего нет? Тогда я скажу Вот апостол Павел говорит Так, как будто ничего на свете нет Кроме Христа И я пришел к вам Решил быть не знающим ничего Кроме Христа Этот ничтожный Христа И притом распятался Он непонятно Не просто Какой-то губернатор А вообще самый ничтожный Плотник из Назарета И решил ничего больше не знать Но это Петр бы сказал Когда рыбак что узнал? Сети да рыбу Этот все знал Ученый раввин Все знания свои отодвинул Вот скажите Вы это пережили, нет? А теперь дальше называется Экстраполяция событий Перенести с того времени На сегодняшние воды дернуть А теперь конкретно направить на себя Тогда будет польза От священного писания Ты его будешь считать Как письмо Написанное родным, близким Для тебя Единственного, любимого А если так было Где-то с кем-то А со мной не было Оно быстро забывается Почему фильмы другие забываются? А фильм прям в сердце войдет И говорим, и говорим Оно близко здесь, рядом Ну, да, Виктор Андреевич Я могу сказать Про то общение Которое было у меня с Сергием Я вижу, что этот человек Рожденный свыше У него только разговоров Об Иисусе Христе О Божьей помощи О чудесах Которые с ним постоянно происходят Он говорит Я удивляюсь Как люди не могут понять этого Как они не могут принять Иисуса Христа Я им говорю про это Они все от меня отворачиваются Все Мои близкие, родные И друзья У него было столько друзей вокруг Все Отвернулись от него Практически Вот встречал меня Его друг Алексей Я пытался с ним разговаривать Пусто Он говорит Я ему говорю Ты вот не меняешься нисколько Он ходит теперь в храм Да, вроде как Ходит, да Вроде как считает себя верующим Но нету этого вот Живого общения с Богом Как у него У самого У Сергия Он удивляется Как люди не могут Этого понять А нету Потому что нет Рождения свыше Потому что нет Этого живого Общения с Богом Сыр Мышеловки Все Именно так Даром Даром Ни за что Только за веру Дверь открыта Я хозяин Я выпускаю Дал амнистию Да нет Я столько человек убил Меня никто не выпустит Я выдам Меня там пристрелят И он так и сидит Тюрьма открыта Никого нет Он сидит Он дал тебе Жизнь вечную Ну прими это И теперь ты уже должен Проникнуться Мысль Что Я себе не принадлежу Я смертный И он меня из-за той стороны Перекинул на себя Вот другой раз Фильм Который как-то Запоминается Хороший фильм Такой Там военный Или какой Фабулу Всего поставленное Главное Это порядочность Спасение Кого-то Вчера мы посмотрели Ну там Там много придумано Во время войны Сын первый От первой жены Сталина Яков Ему 33 года было И он попал в плен Но сначала Окружили ту батарею Он был лейтенантом И немцы узнали Про это Что он там И русские узнали Те засылают Немедленно туда Захватить это место его Потому что это будет Удар Сталину Какой Там паника начнется И другим Освободить Или пристрелить Или уничтожить Если невозможно Его пристрелить Чтобы он только мертв был Чтобы сына Сталина А он попал в плен И был в плен И там бросился На проволоку Высоковольтную И вот как События вокруг этого Разворачиваются Каких людей Посылают Что Начинаешь тогда задумывать А мы это Оценим или нет За нас умер Христос Плен невозможен А как же попадает Под влияние Еретиков Добровольно Добровольно Насильно Никто там не будет Он отбрал Этот легкий путь Да Продолжу Я был в Москве Когда В поисках Выполнение Одного Одной из Близких Был на станции Метро Режская И вышел Так на На возвышении Оказалось Решил перекусить Немножко И когда Перекусал И стою И как бы вот Возвысился Над этим Что передо мной Внизу А внизу Четыре полосы В одну сторону Четыре полосы В другую сторону Машины Потоком В одну и другую сторону Люди Туда Сюда Снуют Из метро Как раз Выходит Входит Я вот подумал Думаю Боже мой Это вот Муравейник И вот все Думают Что в этом Кратком миге Все сосредоточено Все Как будто Все Это Есть сама жизнь Однако Далеко Не так И некогда Остановиться И некогда Задуматься Что Господь Вот он Даровал нам Вечную жизнь И тут же Перехожу Опять к Татьяне Елиничной К маме Сереже Потому что Для нее Сережа Это вот Она не представляет Себе Что он может Уйти из жизни Для нее Вот смысл жизни Заключается в том Что Сережа Жив Что был Она вот Надо помолиться О том Что у нее Чтобы повернулась К тому Чтобы она была Молилась И готовилась Чтобы жизнь Вечная Чтобы общение С ним было В вечности Чтобы вместе Прити ко спасению Вот Использовать Ту жертву Которую Господь Принес Чтобы она Приняла Его Своим Личным Спасителем Как это Сделал Сережа Вот что Нужно Чтобы Помолиться О ней Чтобы Господь Ее Сподобил Чтобы Сподвигалась Она В этом Направлении Чтобы она Думала О вечной Жизни А не Думала Что Если Сережа Умрет Тогда Вообще Смысла Жизни Нету Я сегодня Говорил Привязка Главное Тебя Община Не Привлекает Тебе Исид Они Мне Расскажут Ну что Как Виктор Андреевич Сегодня Рассказывал Тебе Так Расскажут Это Только На записи Да И то Атмосфера Воздуха Другая Это Уж Когда У тебя Воображение Раскручено Кое Как Уговаривал Уговаривал Она Один раз Прибежала Ко мне На дом Пояснить Что Она Я говорю Оля Не мне Надо Тебе Ты Ты На чем Не держишься Делает Глаза Такие Потерянные И там Мама Но Мама Болеет Вчера Болела Сегодня Я Разговаривал Звать Надежда Узнали Мы за нее Молимся Ну дальше Каждую минуту Нет Ну батюшка Сейчас бы был Здесь Еще служба Продолжалась Почему ты В этот день Когда батюшки Нет Все равно Так же Бежишь Как Когда батюшка Здесь А когда батюшка Здесь И еще Что-то Дольше Ты точно Так же Стоишь До конца Ты не Убегаешь Ты знаешь Что это Правило Сыграет А тут Тебя Нету Ну понимаешь Старобрядцы Четыре часа Молятся Они на нас Глядят Как на людей Не верующих Еще Вот так Каждый За свое Каждый Свинью Целует Ну маленько Отойди От этого Вот я Начал говорить Об этом Привязка Какая Вы посмотрите Сами в интернете Весь в интернет Буквально взорвался Против них А когда Начала говорить Это такое Как он ее До этого В Париж Везет Другие места Вы были Любили его Тогда Да А парень Такой Прям Представительный Сидит Молча Сидит А они Пришла Мать ее А они В два Голоса его Как они Поносят Их не могут Остановить Никто А тут Человек Сто с лишним Слушает Которые сидят Да больше Ста человек А они Буквально Весь зал На себя Накалили До предела И наконец Выгнал И она Этого Принесла Ребенка Ребенок Был где-то Здесь И он Калека Навсегда У него Ни ноги Не работают Ни руки Ни язык Ни горта Ни глаза Ничего Нет Зачем Вы Вкладываете Во все Когда врачи Только деньги Сосут Врачам Он нужен Объект Они Полтора Миллиона В одном Направлении Смехнули И ничего Лучше Не стало И оно Не может Быть лучше Потому что Это приговор Божий Вот только Встретишься С пенсионерами Только Спросили Как ты Болеешь А что Это такое Я спрашиваю А что Это такое Вот у меня Болит Второй Год Глаз Я Резанул Ногнем Он все Гноится И болит Но это Нормально Совершенно Нормально Я Прижмурю Глаз Я вижу Тут Человек Стоит А тут Мужина Пожалуйста Да Лена Можно Я Насчет Привязанности Дополнить Хочу До чего Доводит Привязанность У меня Сестра Родная Свекрови И сын У нее Он был Ну как Евнухом Он стал С детства Такой Родился И вот Она всю Жизнь Так он Работал Нормально Все Внешне Потом Он не захотел Работать Стал Дома С ним И она Всю жизнь Вот только Вот сыночка 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 И вдруг Сыночка В 340 лет Умирает А ей Где-то Под 70 И она Что она Отказывается От еды Полностью Я говорю Тетя Лида Нельзя А где Твой Бог Если бы Бог был Он бы Не умер Я Сколько Я с ней Беседовал Все И вот Сыночка У нее Стал Идолом И она Отказалась От еды Сошла С ума И умерла Это страшный Конец И ничего Я не знаю Даже Ну примерно Тебе дается Любовь Ребенок Родился Ты его Возлюби С момента Когда поняла Что ты Защила И в это Время Видите Ну видно Как они Две Мегеры Как они Вот так Вот трясут Все Они его Поносят При всем Зале Где-то Он сидит Адвокат Юрист Ему на работе Везде Помогают Ну полтора Миллиона Спрашивает Другая Подруга Пришла Вам полтора Миллиона Ему ждал За год Нет А он Ей дал Она говорит Что нет Она высасывает Все буквально Он говорит Дополнительную работу Беру Если дается Сто Допустим Какая-то единица Промилей Или что На 70 лет Так ты растяни Это на 70 лет Зачем ты Первый год Все туда Садишь Ребенок Родился Еще не Рождались Дети И вот Не начат Переворачивать Каждую минуту Буквально Дальше Может так У меня Сестра У меня Семеро Ребятишек Потеряюки живет Валентина Тихоновна Легли Ребенок Заплакал Я только метнулась Володя Ляж Ты его Накормила Накормила Ну и все Он ребенок Уже влюбить Встанет Поплакал И лег Спать И больше Дети Вообще Не плачут Он же понимает Диктатор Растет Он болеет Нет Не болеет Температуру Умерить Не надо Ничего Ты ладошка Должна измерять Никто градусник Не знал Что вы умираете А как От этого избавиться Рожать больше надо Не будешь Квочка возле одного Один И вот тогда Вокруг него А когда у моей матери Было 10 Она Отец Как-то Ребятишки-то дома Мать Он подошел Они там На палате Ну руку засунул По ногам Посчитал Все Посчитал Мать Вышла ночью Кто-то плащет В огороде Она тихо Там кто-то плащет Он пошел А Валя как раз и плащет Полола видать Ребенок там Пятилетний Там и заснула А ночью-то холодновато Холера их посчитает Отец Холера их посчитает Все нормально Пять сыновей Пять дочерей живых Два сына умерли Я не видел Что будет Мать убивалась Дети Как-то А не лезть куда не надо Пожаловаться родителям Родители в школу Бежат разбираться А мы боялись Жаловаться Мы знаем Что за это влетит А мать тогда Не ходи куда не надо Добавь ему отец Еще и все Мы боялись Чтобы не узнали О каком конфликте На двоих Пол класса нет Не надо умирать И у нее десять Ее не хватит Да в день она работает Читов 15 Работает на колхоз За палочку Или за кубришок Ну надо учиться Как жить то И что главное Три-пять миллионов Ежегодно здоровых людей Прибывало в России Вот страна была А сегодня Миллион убыло Миллион это Вранье больше пишут Каждый год убивают Россия исчезает А почему Не надо Ничего бояться Кроме Бога А скажи я так делаю А как Библия нам говорит Как в Святой Библии написано Там написано Вот так-то Так-то Она еще Ребенка не родила А уже не привязалась К нему Как Григорий Ницкий говорит А она Превозмогла немощь Природы И говорила Господи Если дашь мне сына Ребенка Я его посвящу Богу Принесу в жертву В жертву То есть отдам Для храма И кто будет Пророк Самуил Первый пророк В обитованной земле Немощь женской природы Во всем проявляется И она превозмогла Это все Такие же жалко было Расставаться Единственный ребенок Как ее фенана Она она ее звать Упрекала ее А дальше у нее пошли Один за одним дети Она этого отдала А дальше открылась И не закрывается Все Только один родится Второй стучится Выпускает Вот как надо делать Не умирайте Вот надо смотреть Это все Благодать Божия Открывает разум И ты это понимаешь Надо уметь Видеть красивое Интересное Я сейчас Посчитал Вот это все Рассказы иногда Как видят анекдоты Надо усилить И это Не ослаблять Учительница спрашивает Вот слово Ослаблять Это что Глагол или Он говорит Глагол осуществительный А почему Ну а славь Любовница Слово ослаблять Понятно И делается интересно Простая грамматика И как сразу Она высвечивается А мы говорим Произносим Вдумайся во всю красоту Имена Какие Названия Все Удивительно А что учиться День и ночь учиться Да к дуракам Побрешь Так от дураком Говорят Слышу Дураком Ты не умрешь Ты умрешь Человеком Возвысившим Голову Знанием Среди вельмож Говорят Получишь Почтение Вот просчитывайте Вот у меня Обращаются Неоднократно Люди едут Потеряевку Очень хотят А я говорю Не торопитесь Внимательно Высчитай Разграничьте бумагу Ехать Не ехать Вот Первое Какая польза От того ехать Если допустим Решили Ехать А второе Не ехать И теперь эту Первую на две Половины И вторую на две Плюс и минус Поедете Что плюс Главный плюс Что дети будут Воспитываться Среди верующих А что отрицательное Потеря Там такого дома Может не будет Привычка Друзья Там что то другое Но главное Ты будешь При деле При храме Здесь на благовестие Выйдешь Ты Плюсы Минусы Так а вам еще Не выгодно Что приедут Мне выгодно Когда люди будут Славить Бога За избранное решение Вот я на этой неделе Только узнал У нас некоторые В общине Думают уезжать И просят Помолиться Не все А я независимо от того Кто просил Не просил Стал молиться И обо них Прямо открыто Сразу Я сегодня подхожу И говорю Ты знаешь Я тебе молюсь Вот такое Она говорит Так у меня все идет А я не звонил Не знаю Ничего Уже там готово Уже все Абсолютно все Вот она сидит рядом Другие не молятся Я молюсь И там такое Затруднение идет Почему Я уже У Бога Вопрошаю причину Ищу Хорошие люди Близкие друзья Ну а почему Затруднение такое Я день взываю Два Ночь упомянул И уже начинает Как бы расцвет Начинаться так Взаимоотношения Все есть И придется Может быть Обратно выезжать Поэтому хочу Хочу им посоветовать Оставьте какой-то Уголок себе Чтобы было Куда приведеться Понятно То есть Ты выпроси У Бога А ты молилась Так Ты молилась Или нет Что тебе Бог это открыл Уехать Очень просто А куда уехать Ну наши родственники Живут на Дальнем Востоке Там рыбы много У нас была Валя Шитикова Кто знает ее Она решила поехать Туда где отец Геннадий А жила прямо На северо-западной Поворачивает Трамвай туда Где пятерка Валя не выезжай Неизвестно как будет На отца Геннадия Вдруг воздвигли Гонение такое Ему срочно выезжать Его с архиереем Не полом Не съездили на святую землю Архиерея против него Поднялся Антоний Она осталась одна А что в церкви Она при нем Видела одно Без него Она может То и не видит И наконец Никуда Находятся какие-то Подпольные Которые не надо Паспорта Лишаются всего Я был у нее Сейчас Даже спрашивать не стал Там Авеля Разъезжает Паспорта не надо Перестей не надо И живи Вот сейчас Герман Стерликов Устанавливает Что это не ладно Вот химически Отравленная земля Не надо это Не надо пахать Надо только на лошадях Надо там это На самолете возить Только там Самых богатых Остальные чтобы не летали То есть Он сидит И думает Что бы еще Где выдумать А ничего нету в этом Кто-то будет делать Да конечно нет А вере Нигде не говорит Разрушитель И спрашивает А как он так Говорит А я детей учу Школу не отдавать Но у нас в университете Учатся А я даже нанимаю людей Так миллионер Миллиардер Это можно Потому что вовремя Грабанул Обманул Скольких Тысячи людей Ну как Это МММ Мавроди Это на этого Вроде Создать Алису И прочее И дальше Дальше ничего Только вокруг этого Сейчас вот приезжает Как хлеб Стряпать Вот квашню делать Килограмм Меду С килограмм Меду Я тебя Накормлю Колхозным хлебом Килограмм Меду На выпечку Ничего себе И вот они смотрят Все у него деревянное Сколько денег Миллионы Детей Учат Самые хорошие Там приезжают Из города И изучают По одной книжке Что ли Учат только Ничего не надо А что детям-то Сосчитают Он еще не понимает Что за этим кроется Они будут знать Ничего они не будут знать Их учить надо Самое правильно так Вот как делают У баптистов Которые Они в школу отдают Но дома Так их Учат Что он В школе Свидетель Он обращает Детей там Других Свидетельствует Вот так надо учить Отделенные Баптисты Имею ввиду Больше я никого не знаю Или как старая Брятция Никого кроме нас нету Отойди проклятый Еретик И все И к ним никто не подойдет Понятно? И все время Благодари Бога Что это даром Бог дает тебе Эти знания Второе послание К Коринфянам Шестая глава Первый стих Мы же как Спаспешники Умоляем вас Чтобы благодать Божия Нечетно Была принято Вами Толкование Мы Говорит Спаспешествуем И вам И Богу Вам Чтобы вы Спаслись А Богу Чтобы исполнить Волю Его То есть Вашем спасении Умоляем Вместо Христа Даже До второго Пришествия Его И до тех пор Пока существуем В всей жизни Дабы вы Не зря Приняли Благодать Божию И что Пользы Получить Свободу От грехов Благодатью Божией А потом Опять наполняться Ими По своей Беспечности Теперь же Погромче Считай И что Пользы Получить Свободу От грехов Благодатью Божией А потом Опять наполняться Ими По своей Беспечности Снова Снова Является Вражда И благодать К нам Становится Тщетной Итак Не думайте Что одна вера Составляет Примирение Нужна И Жизнь Продолжим Что значит Тщетно Напрасно Напрасно Была Принята А почему Напрасно Благодать Принята У апостола Якова Так сказано Вера Без дел Мертва Правильно Я вопрос Еще задать Хочу Раз не говорите Вот Письмо Это послание Это письмо Так и написано Бриф В немецком языке Как они Вы считали От корки До корки Или останавливались Рассуждали Спрашивали Ну а там Прочнем завтра А до завтра Пока вы откуда пришли А мы Пришли от Галати А вы откуда А мы Смирно Переписывайте скорее И письма Почти туда Нам нужно Такие Живут племена Переводи скорее Переводчик Где там Я думаю Вот так распространялось А не так Что прочитали И пошли Как у нас А у меня Библия есть Так это все Послания вместе Пророки Как надо Внимательно смотреть Почему исследуете Время-то не хватит А я А Библию считал Чего не спрошу Не знают Каждый читал Твою Второй стих Ибо сказано Во время благоприятное Я услышал тебя И в день спасения Помог тебе Вот Теперь время благоприятное Вот Теперь день спасения Толкование Один из золотых стихов Его запомнить нужно Обязательно Еще раз прочитаю Золотой стих Ибо сказано Во время благоприятное Я С большой буквы Бог Услышал тебя И в день спасения Помог тебе Вот Теперь время благоприятное Вот Теперь день спасения Скажи книгу Главу и стих Второе послание Коринфянам Шестая глава Второй стих Я там Галерку спрошу Вы что-то имеете сказать Мужчина Ничего нет Все понятно Иногда говорят люди Ну сейчас знаешь Некогда И школа Учимся Ну потом я вот Маленько Кончил университет И кончил Работу Сейчас знаете У меня работа такая А девушка пока Замуж не выйдет Теперь дети Подожди Дети вырастут Теперь детей Надо своих Замуж выдать И все Он говорит Ныне Когда услышите Ныне Сегодня Не ожесточите Сердце ваше Ныне День спасения Самый благоприятный В жизни День сегодняшний Вчерашний Уже не наш Будущее Еще не наш Вот момент Сейчас пока я говорю И как услышал Мгновенно падает Я слышал Про одного проповедника Какой-то То ли у баптистов В Новосибирске Там на втором этаже Продают билеты Наверное Много было И видимо Человек был готов Он ему свидетельствовал И он обратился К Богу Прямо в очередь За билетами А очередь длинная была Но он ему говорит Так покаяться охота Он говорит Становись на колени Помолимся Но они на колени встали Тут люди заволновались Сразу милицию вызвали Милиционер подошел Они ничего не нарушают Очередь Не сбежали вперед Стоят в очереди На коленях только Граждане Это нельзя Они молятся Милиционер что Хватать тащить Двоих Не утащит Наконец Этот взял И говорит Добрый день Так Вы что-то хотели сказать Да я хотел сказать Это не моленный дом Это вокзал Знаю Знаю Ты правильно Растудил Но ныне день Приятное Благоприятное время Я сейчас пропущу И Дух Святой От него отойдет И он не покается Мы здесь молиться Не будем Но он покаяние принес Но покаяние Конечно тоже молитва И он примиренный С Богом Уже стоит в очереди У него рубля не могли взять А теперь он все Готов отдать Милиционер Но ему не задавали Мы это не проходили Он не знает что дальше Отошел и все А верующие это запомнили Сейчас здесь Где ты есть Немедленно Я в жизни испытал это Во-первых на себе У меня мгновенно Как у Савла Было обращение И другое Когда я ехал в поезде Дорогой были люди Которые обращались Просто говоришь И они делаются Совершенно другими Я склажу на разъезде По стеклу Потеряевски Они четверо мужиков со мной Я говорю Тут ничего нету Еще один дом Только думаем строить Устепели за меня Едут откуда-то Западная Украина Какие-то там Гербованные Или какие Боятся отстать Было бы Евангелие Евангелие дал Вот это благодать Мгновение Сегодняшнего Сейчас В сей момент А он когда будет А может сейчас У тебя будет покаяние сейчас Прямо скажи Я хочу покариться Мы не делаем Так что давайте Становитесь Внешне можно сделать А вот такое Что душа сама падает Это надо ждать Не один может быть день И не один год Я спрашиваю Такие молитвы были у вас? У меня такие молитвы Были когда мне сообщали Что человек пал Отступил Это главное Я в это время работаю Послали там за гвоздями А тут лесополоса Я до нее кое-как До лесополосы добрел А мне 25 лет Я упал там И не могу с колен встать У меня буквально щеки Все сделалось черное Пощернел Ни еды нет Ни питья Ничего Я молился день и ночь Пришел оттуда Сделал Механически делаю Работаю А я весь там Человека я не могу достать И Бог взял И вот так вот Потрес там Все где они были Все И человек сразу Как очнулся Все обметнулся Я ничего не могу сделать С тобой Мне надо выезжать отсюда Я не могу И сразу выехал И все Вырывает Бог оттуда Это сила молитвы Несет утешение Вот когда ты это Испытаешь Узнаешь И скажешь Жив Бог Да я мужчина Что буду плакать Ты будешь думать Что остановиться Нельзя плакать А не то что плакать Слезы уже тебе не принадлежат Все равно считай Я иду Притча Кто ее не знает Расскажу Это притча Такая к этому стиху Сатана Хотел обольстить Род человеческий И собирает совещание бесов И спрашивает Как сделать лучше Спрашивает одного Один говорит Я говорит Людей Приучу к атеизму Всю страну В атеизм Хорошая идея Садись Отойди в сторону Следующий Но люди уверуют Начнут изучать И в конечном итоге Советский Союз развалится Люди узнают Что есть Бог Другой говорит А я говорит Ересью все заселю Все будут люди Куда-то в секты пойдут Все Легкий путь Спасение Просто Все тоже не пойдет Ну и переспрашивал Каждый свой предлагал А встал один бес И говорит А я говорит Скажу что Бог есть Все бесы возмутились Как так Бог святая троица Бог только в истинной церкви И надо все делать По канонам По законам Все делать Все бесы не знают Как это Он что с ума сошел Он же бес Он должен мучить людей И обманывать А он говорит Но только завтра Завтра Все И говорит Самое лучшее решение Действует И вот мы сейчас Сколько видим Все люди Мы все опакаемся Завтра Потом А есть еще такая Фактическая история В одном из магазинов Пищевых супермаркетов Или пивных пабов Повесили табличку Завтра все бесплатно И люди Увидели в эту табличку И кинулись Прибежали На следующий день Думают Сейчас все будет бесплатно А им показывают Видите что написано Завтра бесплатно А сегодня Сегодня все И она до сих пор висит А пиво И продукты до сих пор Платят за деньги Завтра бесплатно Завтра А Господь говорит Ныне Сейчас И это действительно Золотой стих Вот брат сказал Золотой стих А я хотел только Он на несколько секунд Я тоже хотел Вот так видите Вы тоже самое Хотели сказать Нет Я хотел сказать Из своего опыта Что у меня Вот так же Как у Игнат Тихоновича Был такой опыт Что я молился Молился за Погибающего брата Который был мне Так близок Так дорог Которому я Столько времени И столько сил Потратил Вместе Мы с ним молились И он был здесь У нас В общине И ушел На прозаическом блуде Ушел Это было Для меня Я являюсь Крестным отцом Для меня Я понимаю Игнат Тихоновича Когда он теряет Людей Насколько ему Дорого Это все И насколько Это болезненно Но моя молитва Не такая была Как он Только что Поделился Своим опытом Что его молитва Была настолько Сильна Что она Выдернулась Человека Из той ситуации Этот человек Остался К сожалению В этом грехе И нет его с нами Другое дело Опять же Еще хочу сказать Из своего опыта Что действительно Бывают люди Такие Которые Расположены Вот он Совершенно Добрый человек Он наверное Живет Такой праведной Жизнью Но Прийти в храм Вот уверовать До конца Обстоятельства Ему мешают Дети Внуки Теперь я уже Вижу этого человека Вот врач У нас Она работала Много с ней Разговаривал Вот вы знаете Вот у меня еще Вот он Вот я еще На пенсию Вот выйду Вышла на пенсию Дети уже выросли Внуки теперь уже выросли Вижу ее И все еще И все ей некогда Все некогда Все не поймет Что ныне день спасения Ныне день благоприятный Людмила Степановна Я тоже хочу поделиться По этому вопросу Потому что Я жила Живу в этом доме И когда приехала Там Женщина Мы познакомились И постоянно Мы с ней Как бы ходили вместе Вечером Гуляли И я с ней Ей благовествовала Слово Божье И все рассказывала Все-все-все И она говорит Слушай Пойдем еще Погуля Мне как нравится Ты когда мне все Рассказываешь И потом идет Уже вечером Однажды И говорит Я наверное Вот как Мать похороню Я наверное С тобой буду В церковь ходить Ну вроде Вот так Все Она меня Так Захватывала И потом Мать умирает Похоронила Я подхожу Говорю Галя Ой Подхожу И говорю Ну что Пойдем Она Да нет Мне сейчас Некуда Мне там Всякие дела По кладбищу Потом Дела Сделала А сейчас От меня Бегает Прятается Увидит И скорее Уходит Все Потеряла В тот момент Желание Прийти к Богу Мы еще раз Записали ролик Сегодня Или завтра Я его поставлю Называется Никита Колесников Украина Вот он Сидит Украина Я вот Когда звонил Раз Другой Звонит Третий Я работаю Ах Да опять Никита Звонит Я ему Отказываю Больше Не звонить Даже Где-то Просто Решительно Потеряю Кима Он звонит И там Маленькую Наметку Я все время Считал Как будто Я среди вас И говорю И еще Людям Даю Знать Что за мной Еще там Община Вроде у меня Я не просто Так со мной Теперь разговаривать А ему Отказ полный Это внутреннее Ощущение Мы вчера Это все записали И Господь Как это вывел Ныне Время Благоприятное Благоприятное Не тогда Когда будет Мирная обстановка А когда Когда на Украине Война будет И с Украины Человек приезжает Понятно То есть Во всей Украине Не нашлось Такого места Где бы он Полностью Понял Что он там Нужен А мне Говорят А вы знаете Приняли его Еще неизвестно Что с ним будет Да как будет Неизвестно Ну а что предлагаешь Вот ко мне приехали Этот Яковль Гена Знаете Крест Кому и был Который Кришна И голову отрезал Он приехал А баптисты Тут сразу Стали говорить Сотрудник КГБ Тайной Ну он Комсомолец Был И прочее Ладно Вот мы остановились Это знаешь Гена Я говорю Вот мне уже Который раз Баптисты подходят И говорят Кого вы приняли Он уже все докладывает Я говорю Ладно Ты докладываешь Все Зачем ты это делаешь Ты докладываешь Нам ты ничего не сделаешь Мы открыто живем КГБ нас знают Вреда никакого От них нам нет Мы за шкалу Государственного закона Российской РСП РСП Не залазим Нет И ты напрасно Только время Тратишь И внутри То у тебя еще остается Какое дело Я тебя просто прогоню А второй вариант Ты не виновен Ты не виновен А тебя подозревает Идя на ночь Пилят А по первому Это варианту Я выгнал А я тебя не выгнал Потому что тебе голову Преклонить негде У него ничего нигде нет Кроме высшего образования Истории где-то Он сразу наклонил голову И заплакал Так все и есть Я сильно искушен Прямо поднимайся на ноги И хлопайся Вот два варианта Разбираем В обоих вариантах Я должен поступить Только так Что я тебя оставляю Я тебя оставляю Ничего не имею А если он специально Подосланный Ну подосланный он Сделался такой Как мы Или с ума сойдет Как мусульмане А если засланный где-то Он еще не знает Еще с кем связался Еще придется ночью На молитву вставать Днем он прибудет Семь раз Я посмотрел Позавчера пришлось На молитву Пятнадцать раз будет Не семь раз Он говорит Или такой же будет Как я Или с ума сойдет Вы выхода Никакого у него не будет Он готов к этому Он молча Подходит сегодня Мне говорят Не мне даже Он сидит какое-то Такое у нас Соседание бурное Собрание А он какой-то безразличный Сидит как вареный Я говорю Ну и что Ну и такой Апатичный А второй умеет С собой владеть У него внутри Все в радости Вы не ощущаете Я ощутил Правильно Правильно Понимаешь Нет Это опыт жизни показывает А опыта когда нету Тогда можно просто Шаблонно По-сектантски Ну мне кажется И тогда это долбить И долбить кажется Упрямые люди Они никакой мудрости Не приобретают Тебе сделали Не так Не по-твоему Сделал замечание Все замолчал Не настаиваю никогда На своем Я получаю Ни один Ни два Сотни упреков Так нападают На вас И вы это видите Как вы можете молчать У меня три причины Его убрать Если он будет хулить Бога Христа Троицу Хулить будет Церковь Или Святую Библию Я его предупреждение Второй, третий раз Я его закрою Это в черный список Но этого не было Он меня трогает Только меня Я его не трогаю А в этом может быть Он мне врач Он меня поносит Я теперь смотрю Так или не так Но я молюсь И молюсь о нем А он священник И он начинает Меня за все Цепляет и цепляет А были хорошие отношения И вдруг он от меня скрылся Я господи Да слава тебе Оказывается что В это время Он оттолкнулся На другого товарища Который еще легче Легче перед его стоит И он говорит Ты на Игнатия нападаешь И говоришь Каноны, каноны А почему у тебя Двойной стандарт Да сам ты 23 года Рукоположенный Ты не поп даже У него как крышу снесло Он замолк И больше ни разу не вышел Чего ты к Игнатию Ты сам на каноны Посмотри Игнатий Мощей не имеет Там габарита Мощи Были дружбы Хорошие Хорошие Теперь тебе мощи Надо Живого человека Меня выкинул Из друзей С мощами породнился Какие это мощи Я просто называю Настоящим именем Труп Труп Трупопоклонники Вы издеваетесь Над мощами Над святыми Их надо собрать Все вместе С песнопениями Церковными С кадильным дымом С патриархом И захоронить Под храмом Христа Спасителя Или где-то Что я сказал не так Прах ты В прах возвратишься Выполните это Не по тряпочкам Заживайте Не вмонтируйте В дерево Или где-то С мощами Домощались И все Его больше нету Другой тоже Нападает И нападает Ну Что же с ним делать Что Вчера пришлось С одной расстаться Она меня Я не поддаюсь Она тогда в черный список А что она Себе представляет Там что-то Кришнаитское Лежу Она начала Прям в каждом Где у меня Ролики Везде начинает Гадить-гадить Пришлось закрыть Ее все успокоилось Видишь Что она меня занесла В черный список А я ее не трогаю Она должна была бы Неведленно меня Разблокировать Но она Не умеет По-другому Змея просит Черепаху Перевезли на тот берег Она говорит А ты жалишься Тебя-то за что жалят Она говорит У меня там ребятишки Я домой приеду Как придут Только переплыли Змея только шагнула И сразу Раз и в голову Жалила Она говорит Я же говорила По-другому не могу Она пила Ела Пила Ела Здесь у нас Такие были С одной чашки Ели Нет Горше смерти А кто говорит Это Давыд Идущий мой хлеб Поднял на меня Питу Как это Перенести С Богом Он тоже Для чего-то Есть Он избрал Страшный Участь А может вернуться Исключительно редко Но бывает Мало того Принародное еще покаяние Эти люди приносят иногда И делаем со друзьями Не встретятся без поцелуя Вот так Толкование Да Какое это благоприятное Время Вопрос Время благодати В котором Прощение грехов И сообщение Оправдания Время благоприятное Есть то В которое Бог Принимает нас Выслушивает нас И спасает Ибо во время суда Он не будет Ни выслушивать Ни помогать Ни спасать Итак Мы должны Подвязаться В это время Благодати Потому что Легко Получим Награды Продолжаем Третий стих Мы никому Ни в чем Не полагаем Притыкание Чтобы не было Порицаемо Служение Толкование Молим Сказал Испоспешествуем Каким образом Беспечной Жизнью Ой Беспорочной Жизнью Простите Самым же Ходом Повествования Советуюсь Им Обратить Время На него Ибо Говорит Я так Устрояю Жизнь Свою Что Никому Не подаю Повода Не говорю К обвинению Но К обыкновенному Упреку А еще Более К соблазну Чтобы не было Порицаемо Служение Наше Опять Не сказал Чтобы не Подпасть Обвинению Но чтобы Дело мое И служение Мое Не получило И случайного Порицания Некоторые Объясняют Это так Далее Выделено Жирным И подчеркнуто На которое Будет дан Комментарий Чтобы Порицание Не перешло На проповедь Ибо Ее Называет Служением Своим Проповедь Когда Я живу Худо То подвергается Презрению И порицанию Проповедь Незаметно И им Намекает Что Когда Они Живут Худо То Хула Обращается На Христа И веру Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина Даже Богоборческий Режим Хорошо Понял Значение Проповеди И не Просто Проповеди По школьному Учебнику А проповеди По вдохновению Проповеди Касающейся Душ Человеческих Сатанинско Людоедский Режим В нашей Стране Официально Разрешил молиться Превратив Религию В культ Они не боялись Ни богослужения Ни треб Ни праздников Но они Пристально Наблюдали Как змей Чтобы не было Проповеди И чтобы Ни одна душа Не возродилась Для Христа Через проповедь Книга Откровения Двенадцатая Глава Четвертый Стих Дракон Сей стал Пред женою Которой Надлежало Родить Дабы Когда она Родит Родит Пожрать Ее Младенца Главное Порицание Обвинение Шло Против Проповеди Как же Священнослужителям Не понять Это Ныне Чем Это Объяснить Только Одним Что Они Мертвые И Невозрожденные Только Тем Что Их Не Коснулась Благодать Призывающая И Благодать Обращающая Мертвый Не Может Родить Живого Ну вот Против Моих Комментарий Таких Восстают Там Священники Сейчас Узнал Только Еще Это Через Интернет Я Другой Раз Начинаю Проверять Что Там Про Меня Пишут В Каких Епархиях Против Меня Специально Составлены Там Цензорские Отделы Которые Компромат Искали Проходят Годы И Нигде Ничего Нет 13 Лет Это Все Так Срок И Нигде Нигде Туда И Туда Сообщают Из Германии Только Что Позвонили А А Справку Навели В 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 Что Они Сказали А Вас Плохо Я Говорю А Что Сказали А Он С Нами Не Причащается Я Говорю Все Все Ну Это Правильно Они Сказали Они Хорошие Я С Ними Не Причащаюсь Но Я Могу Сказать Что Они Со Мно Не Причащаются Почему Вы Это На равных Не Берете Ты Спроси Отрицаю Или Я Причастие Нет Не Отрицаю Было Время Когда Наш Архиерей Приехал Наши Детей Мы Собрали Они Все Там Причащались У Нас Это Все Заснято Все Опять Замолкли И Вот Одна Вступает С Омской Области Она Под Именем Валника Она Пишет Там Жизнь Замечательных Людей По Годам Рожденный В Сороковом Году И В Тридцать Девятом Году Меня Который Год Выставляют Как Номинанта И Сразу Начинают Я Не Знал Позавчера Первый Раз Прочитал Я Себя Скопировал Ее Обвалника Я Думаю Это Валентина Николаевна Ее Звать Такая Приятная Наруженская Женщина И Она Говорит Как Привыкли Люди Стонать Все Плохо Поднимите Глаза Кверху Посмотрите А Ее Не Видно Что она Там Вера Отличается Вы Будете Жалеть Что Вы В одно Время Жили С таким Человеком На той Ж самой Земле И Что Он В это Время Делал И Дальше Описывает И путешествия И лагерь Я Знать Про Это Не Знаю А Вы Говорите Земля Вопиет И Она Дальше Начинает Говорить А Какие Отзывы Полная Гробовая Тишина Ну Понимаете Что Такое Образовать Детский Лагерь Без Помощи Государства А у Нас В Омске Опять Один Детский Лагерь Зимой Потеряли Православная Церковь Купила Его Откупила На Хозяйственные Нужды Ну Правильно Сейчас Патриарх Не Занимается Бриллиантовой Табачной Индустрией Но Мы Знаем Откуда Деньги На Что Это Все Это Не Я Говорю Мне Таррот Зачем Запечатывать Я Не Говорю Этого И Она Далее Показывает Люди Восстанавливают Вот Это Вот Есть Теперь Такое Благовестие Какая Любовь К Христу Христиане На Подчеркивает Слово Христос Христиане Если Я Книги Издавал Я Обязательно Поместил Книгах Вот И Все А Другие Там Прямо Из себя Выходят Где то Злобятся А Что Ты Скажешь А я Их Знаю Еще С Перестройки Вот Моя Вот У них Мой Друг Николай Коля Балашов Он Им Помогал Когда Игнатий Сидел Он С женой Его Знаком Моя Вина Какая Я Сижу Но Показать Плохо Тогда Было Трудно А он Сейчас Доктор Богословия Там Заместитель Председателя По отделу Внешних Сношений В отделе Объединения Он Сыграл почти Главную Роль А у У меня На Корочке Он Стоит Они Ничего Не Имеют Я Могу Сказать Со Христом Говорит Приходит Дьявол Говорит Во мне Не Находит Ничего То есть Они Ищут И Не Находят А Почему Не Принимают Они Не Могут Так Делать Я Ж Не Один Вот Представь Григорь Чудотворец Такая Величина И Вдруг Они Гуси Сидите Гогочите Тут Встал И Пошел Так Собор Идет Да Пошли Вы С вами Разговаривать С собором Своим Как Жеравли Друг Друг Отпихаете Стоите А Сегодня Григорь Чудотворец Там Другой Григорь Ницкий Григорь А Каргантийский Много Григорь А Кто Гнал Ни Одного Почти Имени Нету Нигде И Это Все Придет Другой Пишет Говорит Вот поверьте Игнать Отойдет Ну 50 лет Нет Не 50 Намного Раньше И Его Книги Будут Смотреть Что Где Было Сильное Обличение Уберут И Канонизируют А Другой Говорит Еще И Мощи Будут Брать Я говорю Сапоги Видали Я Примере На Вашем Хребте Как Дам Из Могилы Так И Вылетите Вот Засмеялись Все Ну Время Благоприятное Мирное Ты Посмотри Что Делается Как Убиваются Люди Смотри Как Забайкалья Пылает Сегодня Знаете Что Какой Пожар Идет Забайкалья В одну Ночь В 6 Раз Увеличено Количество 6 тысяч Гектаров Горит Чета Вся В дыму И Показывает 20 Селений Осела Там Тысяча Населения Одни Трубы Стоят Ничего Нет А Какая Скорость Выскочит Из дома Только 2 минуты Самые Большой 5 Поэтому Дома Смотрите В случае Пожара Что Схватить Вытащить Самое Главное Схватите Вот К нам Выходит Алевтина Пантелеевна Ну А у Ней Муж Анатолий И Когда У них Там Случился Пожар То Мать Она Сразу Видимо Тронулась Умом Надо Что Тащить Из огня Она Ничего Не Схватила Плиту Вырвала Из печки И Плиту Вытащила Чугунную Но Она И там Не Сгорела Она Просто Не Понимала Что Делает А Другие Люди Хватали Иконы Иконы Это Ценность Была Иной Только Ребенка Надо Показывать Ребенок Там Спали Ребенку Кажется 7 Что Лет 8 Что Лет Вытащил И Когда Сказали Что Одного Ребенка Не Вытащили Он Бросился За ним Прям В огонь Уже Не Вышел Сгорел Какие Герои Один Там Офицер Приехал Недавно Его Там В воинской Части А на Воинские Склады Перекинулся Пожар Разлетаются Снаряды Рвет Все Там Показывает Сполохи На Видео Все Снято И Он Собрал Всех Там Которые Были Сторожа Поваров Всех Машину Забрал И Только Выезжать Ты Дома Ну Благодарю Бога Ну Что Ты Все Время Куксишь Ты Посмотри Там Стоят Интервью Дают Прямо С Пожар Как Горело Как Пылало И Показывает Ветер До 30 метров Секунду С такой Скоростью Головня Летит На 300 Метров И Загорается Не Первый Этаж А Третий Первый Этаж На Уровне Берез На Уровне Сосен Головешки Летят Бьют И Сразу Все Суш Стояло И Тушить Нечем И Там В одном Месте Тушат Ничего Нет Они Из Туалета Люди Стоят Носы Зажали Жара Туалетная Водой Потушили Там Где-то И Вот Теперь На Уровне Правительства Прятали Думали Сами Обойдутся Говорят Интерю Прятали От Правительства Умышлен Человек Десять Поймали Кто Поджигал Я Сразу Сел И Стал Думать Почему Потом Встал На Молитву И Я Сделал Материал Уже Его Выставил Почему Когда Господь Готовился Ввести Свой Народ В Обитованную Землю Он Послал Шершней Шершней Большие Как Осы Они Жалили Люди Убегали Место Свободное На Которые Не Уходили Они Тех Побили Мы Ехали От Находки Порта До Границ Нигде Нет Чистого Места В России Зайти Нельзя В Лесополоса Это Или Лес Или Просто В Кювет Зайти Одни Бутылки Одни Все Абсолютно Мусором Пакеты Где-то Я Думал Вот Придут Если Китайцы Будут Жить Они Не Один Год Будут Захахат Собирать И Будут Проклинать И Вдруг Бог Ощущает Место Все Сгорело Чистое Место И Китай Селись И Вместо Этих Дудочек Сажайте Свой Виноград Это Бог Причи Только Что Два Года Назад Наводнение Было Бог Полил Амур Развит А Сейчас От Дальнего Востока Алтай Дымится Таких Пожаров Еще Не Было Такие Территории Захватывать В Одном Месте Это Немного Ранее Перед Было Они Поехали 28 Человек Пожар А дальше Полоса Огня Там Перекрыла И Нашли Только Все Как Ползли Так Умерли Все Все Сожженные Сгорели А Один Мужик Догадался Из Домика Побежал Тазик Взял С собой И Забежал Где Это Там Трясина Тазиком Накрылся Я Слышу Как Коза Пробежала Копытами Простучала По Тазику Невозможно Кипело Все И Остался Живой Корова Там Все Погибло Все Дома Так Выходя Посмотрите Что Загорится Что Я Буду Брать Самое Ценное Документы В одном Месте У Лидей Все Сгорело Если Ты Дома Ну Схвати Хоть Документы Можно Какая-то Заначка Деньги Схвати Компьютер Вытащи Схвати По Крайне Процессор Чтобы Жесткий Лис Сохранился Ну Хоть Что Это Мы Сейчас Вот Время Благоприятное Лучшего Время Не будет Я Хожу На Ногах У 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 Ты Режку judgment Ты Спасется Нет Ты Уж Как Него Там Потеря В У Валис Артисон Ко Мне Приедет Валис Артисон Сейчас 28 Июня А Я знаю А Накуна Ну Да В У Научиться Слова Пр Geriac Region такое хорошее понимаете войны нету сейчас у нас здесь и у нас своя территория не китайская здесь и нас никто не трогать хорошие межрелигиозные отношения барнауле тут вообще конфессиональных никаких ничего нигде нету и отношения властей к нам хорошие ну ну все хорошее каждый раз добываясь сказать что лучше всего помогать с компьютерностью морков почти две недели у нас морковы нету вот помогла маленько морками нету но я не прошу я просто говорю я сказал как-то прошлый раз на следующий день 1 приехала галя загуляева луку привезла лука не было представь себе ребятишек столько и причем морковка без морковки никак совсем без глаз мы садили у нас была морковка мы неправильно ее храним я тут сказал алексей загуляев брал я сказал он вытащил эту же мне дал и она мытая надо наверно мыть ее а мы кладем какая есть мыть и в этом она заменит быстро пакетики пакеты только пакет не завязывать вот я же не знал когда вот так я положила у меня сохранилась а сейчас не так пакетики надо чтобы она высохла морковка высохла не совсем высохла но чтобы не вода и воды на ней не было но понятно но такая история считай сразу дальше обрезать со всех сторон второе послание к аимфонам 6 глава 4 стих но во всем являем себя как служители божии великом терпение в бедствиях в нуждах в тесных обстоятельствах толкование это гораздо выше не только сделать себя чистым от обвинений порицаний но и показать такую жизнь чтобы из нее видно было что он служитель божий не сказал показываем себя но являем себя то есть на деле показываем себя таковыми говорит и о способе как делаются таковыми то есть через терпение не просто через терпение но через великое терпение ибо недостаточно перенести одну какую-нибудь беду или две но должна терпеть до конца высшую степень скорби составляет то когда гнетут человека безвыходные несчастья в тесных обстоятельствах этим словом означает голод или просто искушение я всех попрошу помолиться обо мне опять меня подбивают и батюшка подтверждает да я согласен что ехать придется мне приехать и куда-то к мурманску наши книги остались у меня позвоночник едва утра встаю мне сидя нельзя вот я вершусь мне только лежать а я не ложусь только стоять и никто теперь надо николай не едет шофера нет а надо два шофера и должен быть я я думал так сергей бы пупков поехал вместе собакой а шоферов я буду искать поедешь на полтора месяца поеду вот так я бы и шофером бы поехал чул шофером тебе заказано уже 50 ты знаешь свою вину я искуплю на было и зашла 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 шашка вместо тебе нет вместо там мне самое лучшее с бы николай польгой согласился и еще одного дальнобойщика уже почти договорился с краснодара прийти варятов александр николай он любую машину отремонтирует он как надо мы тут приезжали когда надюша тут на на печет все это вы нас на руках если буквально он на крещение приезжает мариясов на крещение приезжает приезжает и его уволили с работы он говорит помолите чтобы меня на работу то я говорю я буду молиться чтобы ты у нас был она тебя на работу чтобы не дали и ты а он дальнобойщик и он говорит согласен вот если он приедет и согласился бы николай практически все теперь только видите надо сообщать что машина отремонтировал видите видите поможет николай кручина только на не отдавать где как он сергея там там они облапошили чтобы с ними поехал кто-то ты этого-то хвалил прошлом году то он поставил этот с кем договорились то который там очиститель то воздушный фильтр да он и не с того совсем то и он не ходит она догонул в лепешку то это только обнаружили уже ворону же ну и что из этого произошло а такое бывает у меня на машине постоянно выпешку делаю у тебя может быть бывает а у нас по-другому началась начать перегрева там что-то другое но там что-то другое было а меня было нормально у меня на машине постоянно в лепешку давят не это не нормально кто шопера что это нормально что ли не совсем чтобы воздушный фильтр и гармошку нет чуть-чуть игорь это ненормально она конечно плохо влияет у нас предупредить надо было ну да ну так вот их учили разве это делать сергея ты посчитать все как еще они мы сделали это машина такая беларусь отработает сейчас я боюсь сервисе но слово обманывать у них хорошим словами ассоции вообще ничего не делают грабит посреди дня я знаю сервис мне который был лучше сервис николай фольгуев никто не делал вот это сервис а дальше николай мужчина разберет дорога колесо до последнего там что где только можно было есть свои как очень у нас все на своих как если ты свой знакомый или денег хорошо дал или могли машина богатая да и богатая машина они у них свои в общем между делом я не могу ехать я я почему не поехать не могу физически но если никого не будет значит поеду мы заблокировали там контейнер нам нужно посетить еще 100 городов только всего 110 если поедете то только лёжа вот специальном специальном скафандре надо и брать это на все считает 5 стих продолжается как бы повествование под ударами в темницах в изгнаниях в трудах в бдениях в постах толкование и удары и темницы смотри сколько зол каждая из них само по себе весьма тяжко то есть в гонениях когда кто не имеет место где остановиться будучи преследуемым из места вместо сказав о бедствиях внешне здесь говорит о своих собственных которых он добровольно которым он добровольно подверг себя о трудах то есть одел они рук своих которыми питал и себя и других и вместе с тем бодрствовал и постился пожалуйста брат я вопрос хотел задать но нас редко звучит и мы часто забываем может быть поэтому так часто звучит я ухожу московскую патриархию и уходят главное а вот на чем была основана все возрождение вот нашей общины и на техночь начинал то с каких трудов он всю правду матку говорил его за что били то его не за библию били а за то что он поднимал всю правду об этой стране когда в нарым людей сгоняли и гнобили там за то что они хорошие были труженики верующие да они молились поэтому земля давала они трудились они воспитывали так детей они поступали верно ну будем говорить на троечку ну совершенно правильно пришли те которые не просто на два с минусом работали они вообще никакие были противоположность всего сеть всех трудов и что они сделали не все уничтожили и теперь дальше вот эти кто все уничтожили они били гнали вот как раз о том о чем говорится здесь на наших братьев поверье и почему сейчас об этом нельзя говорить московской патриархии опять ничего не говорит о тех мучеников которые претерпели за этого сергия сколько всего и все шито крыто белыми нитками и мы теперь вот начинаем потихоньку снивелироваться опять с этой московской патриархии а в зарубежной церкви когда-то на щит поднимала эти вопросы теперь этого ничего нет вообще не вспоминаем ничего мы отличаемся от всех только тем чтобы все вспоминаем что было и не пытаемся не забыть это для того чтобы это наше было это наше должно быть родное они от этого отгребаются нам это ничего не надо вам понятно что он говорит игорь то он это растягивает дольше сказать конкретно у нас мы приезжаем село ребриха павловск ну и карабельникова и везде одинаково вот возьми павловск 50 тысяч населения это прям город настоящий и мы собираем людей открыто где в это время священник узнает он поднимает все на ноги вызывает милицию и у нас все это заснято и когда мы это были епархии я представил снять копию из дисков подарил епископу максим был здесь дмитриев он теперь где-то там ельце вот но давайте это забудем давайте перерисуем страницу снова начнем согласен но это то надо разобрать эти-то люди это злодейцы они сидят рядом здесь они покаянят они принесли змеи на это жало у них все еще острая ну давайте хотя бы разберем зачем они вызывали на нас натравливали власти милиция здесь подходит а что сказали это свидетели йогова ну да мы свидетели йогова православная они тут же раз барнаул барон отвечают у них регистрации в краевом отделе юстиции это православная церковь русская православная зарубежная и те умылись а в газете напишут интересно а кто же это поставил местного священника быть секретарем по идеологии кпсс вот на пароли саня где мы были там приближены секретарь по идеологии кого пускать клуб дом культуры кого не пускать решают мы договорились уже все и вдруг он переменил все и все вверх ногами я говорю согласен давайте забудем все но сначала надо написано выговорить если он покается теперь ты приобрел можешь сидеть с одним столом а он не понимает ну возьми двух-трех и опять выговорим в этот а почему не берете то давайте забудем давайте с новой страницы где-то евангелие от патриархии евангелие от сергия строгородского от кого ты вам где это будет по евангелию я обязанному выговорить а уж как я выговорю такими словами интонации ты меня не лови я могу тебя говорить евангельским языком а могу и и так и так наступе говорит и по прав смертью смерть по праву стараться смертью на смерть наступить можно и так и так ну выговорит а дайте мне вызовите я написал местные паркил вызовите их этих они священники то ваши и мы поговорим с ними то они же делают дело то нехорошее вот стоит и дальше ходит майор а мы тут говорим а он только стоит игнатий тихонович я прошу вас отец роман только выезжайте только уезжайте и вот сняли этого папа нет его поставили кажется врубцовский епископом ну давайте мы это все один раз уберем и чистой совести начнем служить богу прославляя его имя святое это необходимо да необходимо сначала выговори примирись и дальше идем мы вместе служим мы друг другу помощь будем я им дал полную программу как идти благовествовать как мы едем какую литературу берем как ночуем где они ответили не ответили последнейший день то есть а какое сотрудничество в чем приходить к ним причащаться больше ничего не дать не могут вы причащайте правильно чтобы не один несчастивый не приблизился оглашенный из идите и лицеверное и лицеверное двери двери я об этом говорю и на этом все знаете о чем бороться дальше браты я хотел еще сказать что в связи с тем что у нас церкви просто никого не бьют и у нас просто по этим страданиям у нас крах в церкви из-за того что нету страданий настоящих за христа именно не просто так у нас скоро церковь будет не христова а церковь имени 9 победы 9 мая потому что сейчас вся церковь занимается только одним прославлением отпеванием восхищением днем победы противовес там украинцы свое там затеяли в противовес этого и только одно все храмы во имя мучеников умерших за нас 9 мая тогда и тому подобное везде одно и то же это заметим не только вот 9 мая а круглый год стало уже то есть путин вот недавно вот у него тут вопросов куча была и он сказал не нам там американцы говорят вы выстраиваете империю он так посмеется но какую империю выстраиваю но это стону разы а чё ты смеешься он этим смехом просто всех заблуждение будет как не выстраивается империя когда явно империя выстраивается новая мощная могучая 5 россиян называется только теперь россияне раньше просто русские называли люд люд там посадские а теперь россияне придумали но все одно и то же опять армию крепкую перевожение до 2000 до 28 года и так далее и тому подобное все имперские замашки те же самые почему там эти украинцы они бедные дрожат уже думаю сейчас опять придут опять какой придумают учение новое ведут эти русские со своей церковью на церкви политинформация ты занимаешься вот политинформация ты говори конкретно по священному писанию привод перешел план у тебя был вопрос третий стих шестая начать тебе сказать о чем ты меня не понял что я не дорастает ума я дешево скажу поднять руки я тебе говорю я тебе говорю иди страдай за христа ты лично иди страдай за христа раз ты хочешь в себе вопрос так чтобы все видели кто должен быть во имя кого мучеников должен называться храмы на бытовом поднятию руки брат страдай на понять у руки я вам разрешение я разрешение ну а как ты не дала разрешение на правах ведущих базар устраивает я вас лишаю читаем дальше 6 стих в чистоте в благоразумии в великодушии в благости в духе святом в нелицемерной любви так называют целомудрия или чистоту во всем и нелюбостижательность и безмездную проповедь то есть в мудрости божией которая истина есть видение только не внешние как уже апостола это признак несокрушимой души когда кто будучи отовсюду поражаем и уязвляем не только долго терпит но и благодетельствует показывая как он сделал все это именно духом святым когда показал свои подвиги тогда уже поставил помощь духа святого здесь разумеется также и дары духовные ибо ими доказываем что мы служители божьи потому что совершаем чудеса иначе мы не подали притыкания в духе святом то есть дарах духа ибо многие из превозносившихся полученным даром языков не пользовались им как должно но павел не таков в нелицемерной любви вот источник всех благ вот причина посему прибыл в нем дух по нелицемерной любви по этому вопросу вот я недавно наблюдала такую картину которая меня привела ну какое-то потрясение такое неприятное для меня вот когда на крещение ходит вот в прорубь туда люди окунаться и вдруг я вот по нашим роликам которые братья отцемали там до меня дошла вот эта истина почему люди не сознавая того настоящая причина почему они туда идут им хочется окунуться душа потому что требует а почему а потому что она не была погружена во время крещения и хотел бы он человек он может даже этого не понимает а почему ты его туда тянет он идет стоит там очередя там чтобы окунуться в этой воде и вот недавно сейчас вот когда на вынос плащаницы я в храме оказалась сзади я не полезла туда где-то в середине где-то все люди осталось сзади и мне вдруг увиделась такая картина когда говорят литургия и возглас и оглашенной главы ваши преклоните я сзади стою вижу как все как один за исключением может отдельных нескольких человек не преклонили голову все преклонили все абсолютно и знаете мне вторая картина открывается так а почему вот это не лицемерная любовь они не наученные они не и люди опускает преклоняет голову почему они в самом деле там все находятся оглашенные хотя они идут исповедуют причащается вниз но у них вот они внутри себя они сами этого не понимают но они оглашенные главу они преклоняют как оглашенные справедливо это делают вот хочешь ты или не хочешь я понимаю это что да вот это не лицемерная любовь а у них лицемерная любовь они не научили а все равно душа то просит и она она еще и я это знаете я сразу вспомнила когда у меня валентина сортисон и тамара дмитриевна это же вот они именно на этом у них было обращение когда я ездила на благовестие к ним и вдруг валентина сортисон расплакалась и говорит так я девять лет уже служу на клиросе пою исповедуюсь и причащаюсь но я теперь поняла что я еще даже из оглашенных не вышла как она плакала и на этом там а у тамары было обращение первое ували было обращение именно на этом и тамара обратилась тоже на этом когда они это поняли вот этот смысл так главы ваши преклоните и вот сейчас это происходит во всей вас ну во всей церкви я так вот что церковь это не 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 храма церковь этого церковь московская это церковь у всех это все так происходит я стояла так смотрел не страшно стало люди не понимают даже что она не делать правильно человек сделал правильно он преклонил голову а вот дальше пошло опять все неправильно придумали теперь толкование литургии николая васильевича гоголя но и писал ли гоголь не знаю но под его именем это оглашенные за дети это из нас мы изгоняем дурные мысли дурные в прохоте там все это но оглашенные за идите и теперь оглашенные за идите оглашенные потом заходят с миром и за не могут заходить на теперь вас найти мысли опять вас зашли вас и понимается так тогда вы сами то подумайте что я вот еще о чем подумал что когда в прошлый раз я говорил христос воскрес из мертвых и приветствуется яйцо как вы приветствуйте яйцом когда яйцо это почему избрали яйцо они подсолнух там или помидор какое-то яблоко тут понятно болото яйцо это единственное где скорлупа образует как бы гробница и там гробницы жизнь христос и он воскрес но вы тогда эти вареное этим яйцом вареным могут приветствовать только воины которые охраняли друг друга приветствовать христос не воскрес христос не воскрес потому что там мертвое яйцо скорлупа гроб закрытый яйцо не разбито вот как надо было сделать а если она по клавию подарила то обязательно надо было живое яйцо и сказать положи его под наседку там под паруню и тогда яйцо разорвется и жизнь будет лететь кверху я даже можно я даже священника знаю который вашими словами все это сказал это был девяносто восьмой год отец владимир суртаев он вот тут всегда сидел здесь у нас долго года три в общине и он сказал показал фотографию свою где он стоит в москве с детишками у священником будущее стриженная борода усы жена там детишки у него в таких коротких все штанишках там мальчики девочки и он видишь это лицо я смотрю ну да вижу а у него борода большая такая сейчас уже вот смотри это типичный представитель священнослужителя московской патриархии это ведь я вот в этот момент и душа у меня такая и все могут я тогда горит был даже не достоин называться у вас оглашенным я ведь а ну так как он тут много сидел он понимал что такое оглашение тогда у нас много было и молодежь у вас не достоин быть оглашенным и так он и не крестился и ушел все но работает я увидел недавно такой же все такой громогласный такой улыбающийся но этим я думал что у нас может батюшкой даже будет но у нас батюшкой быть как-то еще пока никто не решился вот отец данила был один это не потянул надо все время ставить вопрос а что я могу сделать чтобы этот стих был живо и действенно чтобы он заработал вот тогда будет какой-то благословите ныне господа вся рабы господня стоящим доме господнем это человек не скажет который храм не ходит стоящим в доме господнем и когда ныне и благословите делами вашими что я и раб это в одном буду восстановить господняши и буду петь богу мы доколе есть до доколе жив это сейчас на земле доколе если пока существу и вечности буду петь богу моему вечности будут петь верху это то что земное дальше идет уже небесно как хорошо и как приятно жить братья вместе не враждовать вместе не подыскивайся жить жить значит для жизни слова-то заложено какое маленьком хотя бы кратко смысл-то вникнет и ты увидишь что это будет проповедь везде славьте господа в благо век милость а вот благо это трудно определить потому что мы не не можем понять насколько все удивительно я говорю я сейчас я геологически университетом да это ну рыбу изучает но я тебе даю задание я буду описывать вот рыба такого-то размера вы знаете окуня окуня какой размер самый большой сейчас в интернете поймали они акулу полтора метра паку акула и морской окунь и и сразу сглотнул оторвало унес акулу окунь морской акулу полутора метровый проглотила угол сразу скрылся вот какой бывает а ты его нарисуй теперь я тебе задание прошу ты кончил университет нарисуем не одно до сих пор голову карася современного живущего здесь на алтае какие там косточки да лучше микросхему составить любую может чем голову карася у него там столько за кавычек столько разных поворотов столько за корючек где-то а всего карась один и как это все мудро-мудро устроено то я видел в электронный микроскоп увеличивающие в 300 тысяч раз волосинку человеческую у ее еще там есть одна волосинка ужас просто и все это продумано заранее вот кошка лапу обрежет и оботрет а лет потом она связала теперь чисто этой выходкой она как выходка опять стерла но мне воды то нету поливать неоткуда опять кто я учил то котенок маленький еще уже лежит кого-то тоже дергает эволюция 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 но хорошо хобру кто научил так поднимать голову капюшон раздувать это из одного почему такое угнетенное состояние было как нелюдь какой-то удар гена то он до конца скрывался никому не писал не встречался он дальше думала что как это так ну ладно динозавров этих нашел вараны но как дальше то почему муха нисколько не похожа на стрекозу стрекоза не похожа на пчелу и почему только пчелиными от другого нету почему хозяйстве ты возьми вот дома у нас корова но это очень хорошо все знают и тут же утка но похоже на утку нет но по дабинске то это из одного произошло они приспособились почему сейчас они приспосабливаются если не пою раздохла и никого нету если условия ей не подходящие и она просто загибается ее нету а там она начинала преображаться маленько получше дать погода там другой не по-другому она опять на другой должна была эволюционировать и ну такая дурнина а как бог а что это объясняет ничего это не объясняет что бог откуда бог бог потому и бог что он вечный ну вечности где-то конец должен быть нет конца а зачем вот и не верующий а у меня вопрос такой не возникает данина сисоев говорит надо позавидовать этой вере нам православным еще как можно этому абсурду вообще вот верить верить просто верить и радоваться я не один я не покинут и и все я вот говорю я замечаю как только заговорили что патриархии так поступает с нами подло проще один человек умытается сразу пишет это это не только в этом это и в другом и поэтому это не урядится это упрямство на во всем проявляться будет во всем не не только здесь зло выбора еще не бывает я только говорил если тебе не нравится ты никогда не убегай не показывай что ты побежденный то а против того что я говорю можно восстать никак нет потому что зафиксировано я дарю архиерею да невыносимо слушать это явный признак беснования запомните это не просто человек не терпит он знает все сделать еще не может а я не могу у меня все внутри кипит сатана как нити ты скажи я думаю а как теперь сделать чтобы архиерея собрала этих священников чтобы показать что вы делаете вот и так освещать этот милиционер идет сзади священника а он ничего не мог доказать но что дальше делать то еще не знаю сюда что еще делать в павловске было и это все засняли мы все на пленке на на диске если слушать не могу любовь проявить ну как это это выходит что все еще патриархия все бесновата это но большинство то так себя и ведут это у нас люди они чужие они не нашего духа у нас принято так стоит вопрос его надо решать решать и а скрывать скрывать ничего не будет я буду скрывать болезнь еще мне глаз выздоровеет никак лечить можно больного который признает себя больным только и так и это неисцельно больная патриархия и кто с ней сообщается у всех это одинаково главное пришел постоял ушел и они могут собраться беседовать нет конечно им какая-то часть оказывается могут пообедать за всю жизнь ни одного нету они все чужие и попы этим довольно главное не забывайте у нас по заказывайте молебны заказные называйте там свечки брат стоит и каждый раз одно и то же на одно и то же допустим на все вот ангела вам хранителя но там не забывайте там у нас сегодня привезли возьмите иконочки еще что-то ну выходили то знаете на тесу не думаю что у старобрядцев лучше то та же самая тьма не прорублен мне спрашивает а что такое старобрящество я говорю полигон смерти полигон смерти для всех талантов там хоть какими талантами обладать ты не нужен главный талант это указкой пока то а там ведь поет он первую букву до рассвета поет вот и все ты слушай и себе говорится думаю как от этого избавиться не избавиться не избавиться и ты должен сказать тебе в этом гетто и помирать в этой резервации это полигон погубленных талантов у нас ушел один тут слава то я ему взял написал это он говорит я об этом говорить не буду это так и есть вот и все люди нужны быть бесталантные у меня допустим один талант один я иду рядом с архиереем идем только что отслужили он как ведет себя архиерей какой он важный тот вообще я говоря к чем я молодыка могу быть полезен в церкви ну ты же в церковь ходишь я говорю хожу а что тебе еще надо то есть ничего и не надо чтобы я ходил покупал свечку стояла помалкивал ну женщина разрешающая тут штушить свечки разрешается быть мыть пол больше ничего не разрешается все и дальше его нету нету и они не ищут таланты сколько там загубленных талантов но смело выскажи они как огня боятся от причастия отлучат от причастия потом молимся и старобрядцы если ну в конце написано и поднимайте руки мужик прямо написано поднимайте руки без гнева и сомнения поднять руки не может старобрядец у нас старобрядцы когда бывают там потерявки они руки игра почему-то руки не поднимаешь не знаю почему у нас не поднимают ну написано поднимайте руки понимают без гнева и сомнения то есть у тебя гнев потому что вы свирепые гневливые и сомнения во всем сомневаешься а у кого гнева и сомнения нет те руки поднимают и просят возъяние рук как жертву вечерний давид говорит вы же считаете это возъяние рук агафья как распростерлась подняла руки все это же тебя святые говорит да какой же ты православный то когда все святые руки поднимали а упорство упрямство и не заставить никогда поднять друг до друга за здоровье выпить стопку стакан там это выпьют поднимут это даже нужды нету ну ты это один раз добиться скажи не будет больше этого на молитве поднимать буду а пить больше не буду но и все это увидишь что твоего старообрядчица ничего не осталось другого то ничего нет кроме упрямства я не случайно сегодня говорю кто собирается уезжать я них молюсь у меня сердце очень они беспокоятся они немирные и у них там мира не будет с родными не будет почему они до конца показывает эту упрямство и бежать некуда я сейчас умоляю хоть какой-то уголок оставьте квартирку куда вам по пятницу это назад вы в отчаянных обстоятельствах будете самые близкие родные ваши враги будут вы ни в чем не умеете уступать не все вы то что я говорю против можете что-то противоставить нет я сказал которые коллеги дети которые врачи сказали сто процентов не вызовет никогда видно три года не на не надо искусственно его накачивать лекарствами не надо на него время тратить накормила спит не если не вспомнил и все не надо этого делать совсем дайте ему мире спокойно и в разумеется окажите ему ласку внимание молитесь одним пойте ему духовное песнопение но не не делать искусственное дыхание искусственно питание этого не было никогда это вообще изобретение даже не было медицине это не было не на востоке не на западе не на юге нигде не было этого никогда рождались умирали у нас у одних у рукаховых там было Кажется, 4 дочери. Я говорю, а сколько у нее было ребятишек? Она 24. 24 она родила. Чего? Ого! 4 уже запурхалась. А можно вопрос задать? Интересно, я читал про полячку, про одну. Она молодая, сколько у нее? 8 что ли ребятишек? Спросили, а как вы молодость сохранили? Она говорит, больше рожать надо. Организм очищается через это. Не через искусственно прерванную беременность. Вот и все. Нашей маме поменьше было, всего 12 только. А у бабушки, кажется, 14. А сколько живых? Четверо. 10 умерло. И никто о них не скорбел никогда. Это все были люди ненавистные или что? Нормальные люди жили, так было. Вспомни письмо Рылеевой. Пришло время, температура, там что? Помер и все, похоронили. И прям нет, я против. А что против-то? Тебе такого Бог дитя и даст? Или она уже есть больное? Ну когда есть надежда. Врачи говорят все. Никакой надежды, что он будет самостоятельно сидеть. Он не может ни стоять, ни лежать, ни глядеть. Он не может. Он по голосу уже только узнает. И толкает ему в рот там прокрученное, там яблочки. А лежит и так и не проглотил. Это надо? Это кому эта обуза нужна? Ну Гитлер тут радикально все решал. Всех таких изъял. Врачи проверили. В печь пепел отдали и все. Но это не выход. Автаназия искусственная. Выход один. Окружить любовью. Любовью естественную. Не приборами. Приборы нужны тем, которые попали в аварию. И что-то есть. Или ребенок родился недоношенный. Руки-ноги. Его надо поддержать. Дать ему выздороветь. У нас такое не есть потерянки. Да умный пацаненок такой растет. Батюшка его сначала там водой побрызгал. А когда он подрос, то так крестил его в реке настоящем. Все. И вы знаете о ком говорю? Врачи только одно говорят. У него несторазмерно большая голова. Тут нет голова. Большая это неплохо. И он все подражает. Все делает. И такие выводы делает, как взрослый. Со имены твоему внуку. Сколько времени осталось? Все. Все. А? Все. Каким стихом кончил? Каким начал? Седьмым стихом. Шестым. Можно вопрос задать в связи с этими детьми, а? Давай, скажу так. Шестой. Шестым мы закончили. Шестой прыжки. На лицемерной любви мы закончили. Какая? Шестая глава? Шестая глава, шестой стих. Да, шесть, шесть. А начали. Если Господь позволит, то завтра я выставлю. Это уже. Шестая глава, шестая глава, шестая глава, шестая глава. Вопрос хотел задать, кто там был о детях. В последнее время вот эти марафоны пошли. Собирают деньги с людей на вот, ну там, всякие больные там дети. Кому там 350 тысяч, кому полмиллиона, кому миллион нужен. Ну и детей показывают. Дети-то нормальные. Но у них там то внутренние какие-то болезни, то костей, то еще что-то такое. Ну я вот так думаю, я вот так вот посмотрел, там не такие вот суммы-то огромные для государства. Почему само государство-то не может просто конкретно выделить? Вопрос не ко мне. Но я к тому, что, как вы считаете, вот эти марафоны, которые проводятся... Не надо. Где, значит, лекарство кончилось. Как в России было-то. Не надо. Просто не надо. Я прошу, на меня не тратить никогда. Если уже там кто-то какой-то рубль даст. Ну не миллионы. Как у меня знакомая одна, он сидит. Чуть-чуть, болею. Ну и болей. Не лезьте в больницу. Там вам укол дадут какой, а ты не выдержишь. И все кончилось. Кому мы там нужны? Труха, старперы. Ну и сиди дома. Молодых надо лечить, которые попов или красавицы. Вот и надо лечить. Ай, лечить не надо. Молиться пришло. Себе деньги забирают. Ну все тогда. Мы молиться будем. Она у меня рядышком будет. До пять. И с ней друзья. Чтобы восстанавливать сразу. Давай сюда. Игорь, зайди сюда, Игорь. Поставь ее рядом, чтобы ее видно было. С молитвой. Украсть наше собрание. Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя за все Твои милости, щедроты, за мирное время. Будь милостей к нам. Прими это словословие из уст наших. Приди на помощь детям Твоим, признавшим Тебя своим спасителем. Все неугодное Тебе истреби из нас. Дай место Духу Твоему Святому. Пошли новых жителей, знающих Тебя, вселения наши. Любящих уставы Твои. Расширь пределы наших общин. Найди новые души, дай нового священника еще. И место для занятий. Если угодно, это воля Твоя святая. А если не так, поставь препятствия, чтобы ничего этого не было. Даруй мир нашей земле. Благослови правителей. Патриарха, епископам, священникам, мирянам. Даруй духовное рождение свыше. И все слышно, помоги нам воплотить в нашей жизни. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милосердный Создатель, прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное. Боже Всемогущий, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими Божию молитву нашу о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй болящего Сергия. Сохрани. Дай ему сил все перенести, всех наших родных болящих. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, ты слышит, раб твой. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Приходите, Господи.